здравствуйте друзья у нас вопрос из украины человек говорит так что поработал он четыре месяца на государственной работе дальше он там не выдержал как он говорит из-за вездесущей деградации и он вот пока деградировал вместе со всеми он четыре месяца учился делать странички вебовские да как он тут пишет да научился делать веб странички значит дальше поскольку он уволился с этой работы он пошел работать войти ему захотелось пойти войти он за пару дней нашел нормальную работу там делать дальше свои странички может быть еще что-то более сложно и так все хорошо все у него идет отлично он там цветет и пахнет и все дела но получается что люди которые вокруг него там работают и которые его учат они все время ему там помогают они отвечают на вопросы и так далее то есть они знают много он как бы пока только разбирается эти люди моложе его там на 5 на 8 лет ну допустим я не знаю если ему там 26 то может быть им там 19 и и это его беспокоит больше того он видит что другие люди тоже постарше но скажем его возраста тоже как бы перебираются вот войти и тоже волнуются по части того как же дальше быть если получается что те кто тебя намного моложе а они вроде больше знают и и дальше то что и это очень интересный вопрос на самом деле я никогда не работал в там какой-нибудь украинском айти там или я не знаю там российском но как бы так в современном понимании этого этого слова я больше так про американское знаю но что получается айти привлекает много людей со стороны много людей которые меняют профессию ну просто потому что как бы там работа есть и деньги есть и как-то но такая более светлая область так сказать магни магнитит народ примагничивает и естественным образом возникает масса народу из других отраслей вот если вы посмотрите я уже не говорю там про тестировщиков где человека с компьютер сайенс там образования днем с огнем ну то есть мало не 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 очень найдешь так вы на программист посмотреть вот до например обвалы интернет бума там интересный момент произошел но вот до обвала интернет бума что было там просто уже люди которые программировали абсолютно любое образование могли иметь я видел биологов музыкантов физиков там я не знаю гуманитарных профессий народ все программируют когда только началось это все массово был такой в москве человек очень известный фамилия ваги главы он книжки писал такой был компьютерный человек и он мне рассказывал году восемьдесят восьмом он поехал в кремниевой долине где-то был и он говорит ты понимаешь гать курсы по дебэйсу вот была такая штука значит вот дебэйс и три месяца выходишь на старт на 40 тысяч значку 40 тысяч восемьдесят восьмом году и вот он тогда удивлялся так руками взводят вставляешь дебэйс три месяца 40 тысяч а потом вот мы там через некоторое время с нашим тестированием а до этого на мэйн фрейме учили на больших машинах вот там кобольщиков то есть понимаете и это всегда притягивало много людей из других областей самых разных возрастов и ничего нормально все но время идет так и теперь мы как бы к существенной разницы подходим значит если ты независимо от возраста но все-таки с возрастом может быть видишь картинку побольше да big picture там против там маленькой пикчер то есть это какое-то видение есть какое-то мышление есть ты не зациклен не зашорен вот на тонкостях вот там глубины этого процесса а ты видишь это шире это естественным образом видишь лучше более широкую картинку потому что ты вот этой более глубокой картинки особо не видишь потому что чтобы видеть ее очень глубоко вот нужно давно этим заниматься или там с молодых лет там и тогда и ты пришел из другой области конечно те трудно в глубину туда улезть но ты видишь шире я приведу пример который может быть поясняет что я имею ввиду вот какое-то время назад не знаю 5 6 7 лет назад я не то чтобы даже тестировал но надо было пользоваться какой-то системой вы тогда еще страхованием занимались и вот там была система для учет там страховых операций и систему это сделали ну вот в прибалтике так скажем в одной из прибалтийских стран они там все по-русски говорили в общем сделали вот эту систему и мне говорят вот там система готова вот такой-то тебе логин паспорт заходи я захожу не пускают ну то есть логин написал паспорт написал кнопочку нажимаю такое ощущение что я ничего не писал раз и кнопочки не нажимал 2 вот полный игнор так ну и я в скайпе набираю там на project manager прибалтийской страны хорошие ребята все в нем не подумать и говорю слушай не пускает меня не работает логин она как же не работает когда я минуту назад заходила я буду я не знаю когда у меня не работает говоря она думает менеджер и говорит ты знаешь что я я у меня даже не знаю на что и подумать если только может быть ты пользуешься интернет explorer браузером а я как раз тогда пользовался интернет explorer браузером из своих соображений потому что в страховании есть много разного разного софтвора и он как бы такой нормализованный то есть там есть масса всякого такого где положено пользоваться вот таким браузером и большинство из них как раз поддерживает microsoft интернет-эксплорер как бы за microsoft он стояли и вот значит я куда говорю а что она как ну кто же кто живет своем уме и может пользоваться microsoft интернет-эксплорером я говорю а чем надо пользоваться опера давайте значит к чему я говорю вы можете иметь замечательных программистов вы можете иметь потрясающих тестеров вы можете иметь абсолютно полный расклад на руках но если люди которые решают как эта штука должна работать вот на этом уровне если они не понимают что творят то соответственно и продукт такое получается знаете что уже неважно кто там его программировал там и кто там его тестировала как раз хорошо было просто им пользоваться нельзя и все конечно можно все поправить я не об этом говорю я говорю о том что на всех уровнях нужны люди которые соображают есть люди которые соображают как лучше написать код есть люди которые соображают как его протестировать есть люди, которые соображают, допустим, какие нужны для этого инструменты, ресурсы и так далее. А есть люди, которые, например, здравый смысл какой-то употребляют на разных должностях, где этот смысл должен дать результат. Это может быть project management, это может быть вообще любого уровня менеджмент. Это может быть, например, у нас называется бизнес-аналист. Это человек, который изучает потребности будущего пользователя и составляет требования, под которые пишется вот этот программный продукт. То есть люди, которые понимают бизнес. Вот если вы, допустим, разрабатываете банковские системы, то вам нужен аналист, бизнес-аналист, который хорошо понимает, как должны работать, как должны пользоваться потом люди банковскими системами, и он пишет вот эти требования под будущих пользователей. Под те операции, которые в банках проходят и так далее. Он должен понимать предметное, то сказать, знание предметами. Поэтому, если вы постарше, так, у вас есть два пути. Вы можете увлечься очень технической стороной надолго. Безусловно, на пару-тройку лет всякий человек, ну, почти всякий, может легко увлечься технической стороной. Вот он сначала научился странички делать, потом он научился к ним, какую-то функциональность там писать, там, фронт-энд, бэк-энд. Знаете, там можно далеко пойти. Но вот это может его, как бы, приводить в такое состояние радостного возбуждения. Значит, кого-то хватит до конца жизни этим заниматься радостно. Кто-то через несколько лет скажет, ну да, ну а вот тут, понимаете, ты упираешься в более общие вещи, которые не позволяют тебе нормально делать вот то, что ты делаешь. И ты должен уже брать на себя уже, ты теперь должен быть лидом, ты теперь должен быть менеджером, ты теперь должен быть менеджером над менеджерами. Потому что ты на себя не возьмешь, значит, вот будешь делать то, чего тебе не хочется делать, потому что они там не так решают, как тебе хотелось бы, чтобы они решали. Тогда сам давай. То есть, значит, либо вы остаетесь на чистой технической стезе, и никаких особых проблем там нет. Если только это вас лично вот не беспокоит в силу каких-то причин, которые для вас почему-то важны, я не знаю, я не вижу почему человек там в 40 лет не может делать то же самое, что делают ребята в 22 если для него это нормально, то никто его не упрекнет не попрекнет и так далее если для вас это не очень нормально и вам хочется чего-то больше соответствующего возрасту, значит вы тогда должны уходить вот в эту функцию, вы можете уйти в бизнес аналисты, вы можете пойти в какие-нибудь релиз инженеры, вы можете пойти в программ менеджеры там QA менеджеры, там development, ну чего вы там делаете, менеджеры вы можете пойти еще там, я не знаю, что там у них есть вы можете найти себя там менеджером техникул саппорта, вдруг я не знаю, это бывает, это с полширядом происходит то есть не то, что ты там скачил на одну подножку и дальше уже на другую, тебе никогда не перебраться внутри этого вагона нет, люди движутся и по вагону движутся и между вагонами и между поездами перескакивают так что время покажет, то есть тут торопиться не надо то есть надо быть открытым к переменам может быть надо сделать резюме так, обновить и посылать его на самые разные позиции вот может быть вы и не стали бы какая-то вот работа да, смотришь, там открытые позиции думаешь, это вакансия что это такое думаешь, ну его нафиг а вы не говорите, ну его нафиг вы пошлите резюме на самые разные позиции пошлите, на интервью походите ну если позовут попытайтесь понять, что конкретно там, как, чего ну что делать надо вот что они ждут от этого человека вот я когда там, объясняю как задавать вопросы на интервью да, я говорю вот, если есть возможность только один вопрос задать значит, спроси как они видят идеального кандидата на эту позицию что это за человек и может оказаться что вам расскажут и вы скажете ё-моё, так это же я и есть и я вам обещаю что вам это скажут не один раз если вы если вы пойдете вот по этому пути и там пойдете поговорить не знаю о десяти разных работах о которых раньше может быть не сильно думали то может быть пару-тройку раз вы когда услышите как они видят этого человека вы скажете мама родная это ГТЖ я вот поэтому открытость некоторая должна присутствовать и не комплексовать ну так они моложе так а что они знают потому что они моложе они технически более подкованные они может быть немножко другого поколения уже вот сейчас есть такой термин у нас тут я несколько раз уже наталкивался там говорят дайте нам диджитал нейтив понимаете он не учил диджитал а он нейтив диджитал понимаете не учил английский а он у него родной язык английский понимаете вот то же самое он не учил технологии а он нейтив он оттуда весь вылез у него уже в коляске вот там лежало что-то я не знаю вы посмотрите вот я часто вижу приходят родители с детьми там но они приходят по своим делам а дети там в коридорчике у нас сидят что в руках у детей чем они занимаются ни у кого нет куклы у девочки понимаете ни у кого нет там кораблика самолетика там или собачки плюшевые там у мальчика ничего подобного вот у всех значит там планшетки смартфончики и там у них или мультики или игрушечки там или еще что-то это же поколение другое и вот эти вот там 5,6,7,8 лет которые между вами и ими это же на самом деле очень большой разрыв в том как мы выросли и какие у нас были игрушки и какие были вокруг технологии вообще что у нас с мозгами делается перемены это очень быстрые это не нужно чтобы три поколения сменилось это вот 10 лет и уже совершенно совершенно другой мир поэтому а что вам с ними толкаться-то я вот мне вообще под 60 уже меньше меньше года осталось до 60 я же не соревнуюсь с теми кому 18 или там даже 35 почему мне с ними соревноваться у меня своя ниша такие как я тоже нужны вот и все и такие как вы нужны даже не сомневайтесь другое дело что надо это место найти и когда вопрос задается я понимаю что человек как раз и хочет свое место найти вот поэтому они в чем-то сильнее вас безусловно ну безусловно вот но а вы в чем-то сильнее их вот и вы должны на этом вот на этом поле должны работать где они с вами конкурировать не будут я помню знаете у меня был разговор с пареньком одним много лет назад он тут мне такую мысль рассказал он программист и он говорил вот когда мне было там 35 говорит он я не боялся тех кому 25 говорит он потому что они конечно были более агрессивные в смысле у них времени сил там всего больше но он очень профессиональный он с образованием профессиональным и так далее то есть он говорит мне эти которые 25 я их не боялся а сейчас он говорит мне 45 и я говорит он боюсь и тех кому 25 и тех кому 35 говорит он потому что я как программист говорит он уже не могу с ними соревноваться потому что они лучше это делают они более продуктивны чем я но но ведь это же произошло почему потому что он в свои 45 оставался программистом вместо того чтобы как-то двигаться ну сообразно возрасту поэтому есть люди которые и в 60 программируют как боги можете мне поверить есть просто потрясающие чуваки но но если ты не такого плана если тебе уже 25-летние и 35-летние тебя начинают поджимать и ты чувствуешь конкуренцию ну так ты же делай что-то где они не смогут тебя поджимать вот и все поэтому я хочу сказать что вот эта проблема которую мы получили в виде вопроса это гораздо более общая проблема нежели допустим вот конкретно человек там в свои 26-28 лет который начал делать веб-странички вот какая у него там большая проблема это во многих индустриях происходит это особенно с эмиграцией это связано когда люди меняют профессию на ходу потому что вот то с чем они приехали ну или вообще не востребовано или есть так сказать вступительный взнос очень большой то есть нужно несколько лет потратить на то чтобы вернуться в строй в своей профессии и так далее он должен что-то делать быстренько потому что надо жить и это обычное дело там смена профессии ну и ну и чего я вам скажу как бы с моей колокольни так я уже подальше немножко значит возрастно я скажу а что 28 лет вот по американским понятиям ему до пенсии еще 40 лет начать и кончить понимаете куда же его списывать-то он еще может сказать и жить не начинал что там 28 лет ну не то что я так не поймите буквально он мог уже очень много чего успеть в свои 28 лет но я просто говорю что у него впереди еще так много что в глазах темнеет вообще сколько всего этого осмыслить же невозможно поэтому вперед значит не комплексуем а просто ищем как бы свой путь и все значит и он есть безусловно он есть есть масса людей которые были в аналогичной ситуации в идентичной ситуации и они прекрасно себя чувствуют и все у них получилось и так далее я начал знаете вот я начал тестированием заниматься сейчас камеру поверну я начал тестированием заниматься мне было 30 36 лет понимаете и у меня был некоторый такой разрыв в моих инженерных занятиях я вот после института 4 года поработал там ну до 26 значит между 36 26 и 36 я не был уже больше инженером то есть я конечно что-то там делал где-то программки подписывал вот для работы мне нужно было по мелочи иногда но я уже занимался исследованиями там в в сфере образования последние там пару лет у меня уже какой-то там кооператив был я вообще уже там ничем таким не занимался и у тебя приезжает 36 лет и 10 лет у меня вот разрыва такого потому что я не был же программистом я-то был связистом я занимался проектированием цифровой схемотехники и ничего и практически всюду где я работал я был старше всех кроме вот может быть президента и вице-президента представляете вот приходишь там вот мне 30 там допустим уже было тогда в Борланд я попал мне было уже 38 а менеджеру было 27 ну что делать ну ничего ничего такого нормально мы там по офису с пластмассовыми пистолетами там каучуковыми шарами я лучше их всех стрелял в смысле точности попадания по пустым баночкам из-под колы они все думали как это я туда попадаю нормально дайте вот это ружье и я стрельну вот поэтому что сказать да нормально ну нормально вот перед вами живой пример того что ничего страшного так что счастливо ребят все путем спасибо Субтитры создавал DimaTorzok